Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор 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 А.Егорова не очень храним, культурно, можно так сказать. И, соответственно, они находят свою среду обитания, новую, которая для них благоприятна, и размножается. Поэтому в тех местах, где их очень хорошо подкармливают, они ставят повышенной концентрацией. Как раз сейчас мы бы хотели показать эти места. Мы сегодня отправили нашего корреспондента по самым таким голубиным точкам. Вот что думают красноярцы. Пятачок возле Молока-18, голубиное царство. Ходить тут нужно с оглядкой. Того и гляди, вляпаешься в голубиные следы, наступишь на мертвую птицу или сюрприз прилетит сверху, с проводов. Мне не очень нравится, потому что от них много грязи. Вас тут, я знаю, раньше прикармливали даже? Ну и сейчас прикармливают. Кому-то нравится. А вы сами кормите их? Нет, нет, нет. Потому что мне это не нравится в городе. А вы их кормите? Я бываю, сижу на лавочке просто. У меня бывают семочки, что-нибудь такое. Просто кидаем и все. То есть я бываю такое, что половину им, а там половину типа сам съем. Я согласна, что как бы есть просто не останавливаются и хлеб, и там и зерна всякие разбрасывают. И они прям размножаются на этой местности. Да, какое-то ограничение должно быть. Тут так много у вас голубей. Замечали? Мертвых очень. Прям лопатами, мусорные мешки, их реально очень полно было. Я их не подкармливаю. И другим совету не стоит подкармливать, потому что они в первую очередь переносчики болезней всяких. Сквер около Покровского собора тоже принадлежит голубям. Редкий человек заходит сюда, в гущу голубиного собрания. Большинство горожан предпочитают обходить его стороной, по тротуару. Люди гладят везде. Вот посмотрите, этот сфер, он всегда имеет такой вид неухоженный. Раньше же не было столько голубей, я давно в этом городе живу. Правда, больше стало? Ну, очень. Очень. С одной стороны, голуби радуют глаз, потому что живые существа и тянутся к людям, но с другой стороны, они гадят, что, конечно, неэстетично. Кормите их когда-нибудь? Нет. Ну, хотя говорят, что кормить птиц, это значит поминать своих близких умерших. Вы когда-нибудь кормите голубей? Нет. Я не кормила ни разу, потому что боюсь, они на меня налетят. А тут сидят постоянные люди и кормят. Штрафовать, может быть, и не надо, но разъяснять надо, что не стоит этого делать. Вот сквер весь загажен, я никогда по нему не хожу. Вид обкаканных, бордюр и всего остального не очень нравится. Они разносчики, заболевания разные, поэтому куда-то бы в другое место кормежку перевезти. Я так понимаю, здесь их кормят сильно, активно. Я не считаю, что штрафовать. Люди хотят до добра накормить птиц. В Пушкинском сквере голуби мирно расхаживают среди гуляющих. Меня не напрягает. Наоборот, какую-то атмосферу создают. И люди гадят. Пусть будут. Подкармливать иногда? Да. Ужасные существа, разносчики заразы. Разносят заразу больше, чем крысы. Не выношу их. Противные. Стоит ли штрафовать? Стоит. Насколько? Не знаю. Чем больше, тем лучше. Я люблю природу, я люблю голубей. Но как бы вот у нас в городе неопрятность бывает из-за этого, потому что вот они, я заметила, там, где мусорные собаки, идет скопление. И они же все вот это вот раскидывают, как-то вытаскивают. И потом взлетают все от них перья. Там, ну, все летит от них. На набережной Качи отдельное развлечение покормить уточек, а заодно и голуби слетаются. Поэтому здесь их тоже внушительная стая. Голуби – это птица, да, птица мира. Хорошо к нему отношусь. Ну, конечно, когда они портят своим присутствием асфальт, да, где ты ходишь, какие-то памятники, вот даже заборчики. Конечно, это неприятно. Прикармливать их нельзя. Ну, почему голубей не любят? Потому что они разносят заразу и мусор. Если бы люди сами не мусорили, убирали все помойки вовремя, то и заразы никакой бы не было. Я считаю, что голуби – это нормально, это как бы… Везде, в каждой стране свои такие питомцы, животные. Подкармливать их – это дело каждого. Это все-таки добро, как по мне. Смотришь эти кадры, вспоминается фильм «Один дома», вторая часть. Помните, где женщина с голубями? Вообще много разных мнений мы сейчас услышали от людей. Кто-то за голубей, кто-то против. Сейчас такой, ну, решающий вопрос, скажем так, основополагающий нашего эфира. Нужно ли их подкармливать или нет? Ну, вообще, подкармливать их нужно в тех местах, приближенных к их среде обитания. То есть нигде мы отдыхаем, нигде у нас наши памятники и так далее, где скопление людей. Поэтому лучше их в их среде. В лесу, в парках, где, так скажем, в уединенных местах. У нас в окрестностях города Красноярска есть отличная зеленая зона. Это их среда обитания, естественная. И там можно подкармливать, они там находятся в своей среде и не создают большей концентрации. Поэтому, так скажем, там можно подкармливать. Ну, когда в тех местах, где мы живем, и тут же создаем возможность, чтобы они там сконцентрировались в большом количестве, соответственно, идет перенаселение этих голубей. А когда перенаселение, это опять мусор возникает, их различные каловые остатки, их и так далее. И ветер и прочее подымает, и мы дышим этими. И идет циркуляция близнецвортных началов. Здесь только эстетический момент? Или другие тоже есть? Ну, эстетический момент, ну, гуманитарный вообще-то, так скажем. Мы же, так скажем, испытываем определенные чувства, допустим, к млекопитающим, диким. Хотим где-нибудь в зоопарках подкармливать, всегда люди стремятся подкармить их, что вот они голодные, бедные и так далее. Это чувство же у всех добра воспитывается, и именно о голуби чем отличают? Тоже животные, дикий человек же их привлек для себя, из дикой природы. А они потом от него ушли, и вот с человеком стали жить. Образовали, так сказать, антропную группу. То есть те люди, птицы, животные, которые живут продуктами человеческой жизнедеятельности. Человек их привлек, и они от него убежали, и живут среди человека. Поэтому как-то надо находить такие способы с ними общения, вести хозяйство. Вот если это в городе, значит, надо определенные проводить мероприятия по уменьшению. Значит, пропагандировать. Пропаганда в этом плане никакой нет. Люди же просто не понимают и не знают. А если, ну, соответствующие службы оповещали людей, что это приводит к каким-то последствиям, что это вот является, ну, нежелательными объектами, где много людей, ну, в связи с тем, что они распространяют болезностворное начало. Я еще вот к чему клонил. Мы сейчас эту тему тоже затронем. Почему я спрашивал про эстетику, вы сказали про гуманитарную составляющую. Я про заболевания. Вот дикие городские голуби могут быть опасны для человека. Вот говорят специалисты, птицы переносят заболевания, которые особенно подвержены им дети. Чтобы не заразиться, врачи советуют не брать голубей в руки, не кормить с ладоней и избегать перьев. Давайте послушаем мнение инфекциониста. Самые распространенные заболевания, которые передаются от голубей и человеку, которые более-менее известны на слуху, такие как гранитоз, ремонеллез, хламидиоз, кокль. То, что мы можем получить при контакте с голубями. В нашем городе опасно, так как у нас очень распространено кормление уток непосредственно в ближайшем с голубями. Так называемая распространенная зимняя забава. В холодное время мы прогуливаемся по набережной и непосредственно кормим уток. С ними тесно проживают голуби. И учитывая их тесное соседство, там, где мы кормим утку, там мы кормим и голубя. Опираясь на различные поверхности, трагиваясь до камней, мы можем дотрагиваться до испорожнений голубей и тем самым получать инфекцию внутрь своего организма. Как с фекалиями, так и с перьями, так и с другими отделяемыми голубями, в том числе воздушно-капельным путем. 202-22-22, телефон нашего прямого эфира. Врывайтесь к нам, делитесь своим мнением и отвечайте на вопрос, а нужно ли наказывать тех, кто кормит голубей, подкармливает их. Владимир Иванович, услышали мнение инфекциониста. Согласны с ним? Согласен полностью. Мы занимались в своё время, и вообще наша кафедра занимается вопросами раннего предупреждения всех арбовирусных заболеваний, в частности, вот птичья гриппозная тематика была. И, соответственно, мы работали в этом плане с большим объёмом птиц, диких и синонтропных в черте городов, населённых пунктов наших. И, соответственно, мы собрали более 17 тысяч проб с этих птиц, перелётных и синонтропных, те, которые живут с нами. И, соответственно, были выявлены многие, ну, птичьи гриппозные, так скажем, начала болезненотворные, и из них мы перейдали эти, так скажем, соответствующие наши институты, в том числе вектор, была изобретена или произведена вакцина, которая провела вакцинацию наших домашних птиц. И это мы избежали крупного падежа птиц за счёт того, что мы вовремя провакцинировали наших домашних птиц. Но голуби являются открытым источником. Вот наши утки, они у нас тут зимующие, но они контактируют с перелётными видами. А перелётные виды, они каждый год переносят арбовирусные, все эти заболевания, арбовирусное начало с разных участков зимовки, места пролёта, и прилетают к нам сюда. Контактируют с нашими голубями, и вот они привезли из каких-то дальних стран какое-то болезненотворное начало. Почему мы каждый год, вот только осенний период наступает, начинается РЗ заболевание? Это вот все гриппозные дела, грипп типа А, которые переносятся вот именно за счёт транспортных средств птиц, которые привозят в дальних стран, контактируют наши голуби, мы общаемся с голубями, их подкармливаем, трогаем, дышим теми, так скажем, началами, которые они оставляют, испражнениями, и, соответственно, мы получаем определённые заболевания. Вот и опасность, да, как говорится? Да, поэтому, конечно, в этом плане нужно просто культуру общения для людей прививать, чтобы они знали, что кормить с рук нельзя, подкармливать в тех местах, где много людей нельзя. То есть нужно вот в тех местах стремиться, чтобы птицы жили в близких условиях своим, откуда они вышли. А как вы считаете, если так, по штабах города, много ли у нас, в принципе, голубей, если сравнивать с остальными? Есть у нас перенаселение, скажем так, перенасыщение? Вот по сравнению с городами, которые находятся в европейской части, допустим, Москвой, там ещё, Санкт-Петербургом, вот теми европейскими городами, то численность голубей в Красноярске намного меньше. В Москве там тысячные стаи голубей, представляете, тысячные, там не одна тысяча, несколько тысяч. У нас, конечно, есть вот Молоково, есть участки, есть ещё в скверах, где там несколько сотен их держатся. Но по сравнению со столичными городами, конечно, Красноярск в этом плане. И ещё один момент мы последили. Просто по сравнению с прошлыми годами, 90-ми, начало 2000-х годов голубей стало меньше. То есть было одно время у учеников значительно. Видимо, вот эти вот контакты с дикими птицами привели к тому, что они сами же болеют. И, соответственно, есть определённые моменты, связанные с падежом голубей. А отдельных, есть факты в отдельных населённых пунктах, отмечали падёж. Это, видимо, связано было с тем, что они заболевают. Ну и есть люди, прикладывают определённые усилия, может, травят голубей. Да, вон шею сворачивают. Да, вон шею сворачивают. Вон шею сворачивают. Ну, что вам понятно? Я сейчас хотел бы ещё о культуре. Это просто неправильное кормление голубей приводит к тому, что там в кишечнике у них возникает определённая реакция, и они погибают. Грязь от птиц убирают два раза в год, когда делают плановую чистку. Самые популярные у голубей места, например, опа памятника Сурикова, стараются мыть чаще, например, в памятные даты смотрят. Специально от голубей там никто не отмывает. Просто если памятник загрязняется, он отмывается. Никаких-то особенных дополнительных на это средств нет. Это средства в контракте по содержанию памятников. Вообще заложено по необходимости мыть памятники, но традиционно их моют после зимы и перед зимой, для того, чтобы они, в принципе, сохраняли более-менее чистый вид. Ну и, в принципе, у нас по всему городу есть вытоптанные голубями газоны. Там, где люди кормят, и во дворах есть, и жалобы регулярно поступают на это. Но это, в принципе, законодательством не регулируется. Средства тратятся те же самые, которые бы и так тратились на содержание того или иного газона, например, парка или сквера. Спрашиваем вас сегодня, нужно ли наказывать тех, кто подкармливает голубей. Звоните в прямой эфир, высказывайтесь. А может, вы знаете точки, где действительно очень много этих птиц, которые, ну, собственно, как мы сегодня убедились, несут некий вред городу. У нас, кстати, сегодня заголовок такой был к нашей беседе «Голуби как крысы». Можно ли их сравнивать в какой-то степени? Или это не очень корректно? Ну, я считаю, что это, так скажем, очень индивидуальная такая оценка голубей. Потому что все же в этом плане голуби чистоплотные очень виды. Вот в дикой природе, и в целом они чистят, оперенят. Просто человеком создают такие условия, загрязнения идут, не очень благоустроенные по участке, где мы мусор складируем и так далее. Они просто там находятся, и, соответственно, и среди них тоже циркулируют определенные заболевания. Ну, а крысы так же в мусоре, нет? Крысы в этом плане, может быть, так оно и есть. Вот крысы. Но крысы в этом плане, я вам скажу, что это же стереотип определенный создается, что крыса в этом обитает. Крыса типичный синонатропный вид. То есть она живет в тех местах, где человек ей создает условия. И она пользуется продуктами человеческой жизнедеятельности. Соответственно, почему все говорят, что мы в результате не очень правильного отношения к дикой природе, мы будем жить с крысами всегда. И такую перспективу не очень людей устраивает. Правильно? Потому что, ну, а крыса, она приспособилась к жизни человека. Поэтому и голубь тоже в этом плане. Ну, просто жизнь в урбанизированных условиях, когда человек его одомашнил, приспособил к своей жизни, а потом этот голубь убежал в дикую природу, не в дикую, а в нашу. И он живет с человеком. Человек создает ему условия, он живет. Возвращаясь к нашему вопросу, как раз в таком юридическом поле привлечь человека, который кормит голубей, трудно. Полиция, скорее всего, ограничится беседой, говорят юристы. А если дело дойдет до штрафа, сумма не превышает 500 рублей. Бабушки, пенсионеры потармливают голубей просто с балкона, с первых, у вторых этажей кидают им, соответственно, еду. И от их присутствия большого причиняется ущерб общедомовому имуществу. То есть площадкам, в ближайшем, самому фасаду дома, соответственно, чтобы привлечь человека к ответственности, необходимо, прежде всего, доказать причинно-следственную связь между его действиями и, соответственно, наступившими последствиями, именно загрязнением территории. Если вы видите такую ситуацию, соответственно, необходимо снять это на камеру и представить уже в правоохранительные органы. Здесь будет ставиться вопрос о привлечении к административной ответственности за мелкое хулиганство либо за порчу общедомового имущества. Ну вот много вопросов сегодня мы задаем телезрителям, нужно ли наказывать тех, кто подкармливает, собственно, как относиться к голубям. И вот мячик снова вам передаю. Как вы считаете, нужно ли штрафовать людей за то, что кормят? Потому что беседа у нас началась с фразы, что голубь – это птица мира. Чисто из-за таких этических соображений, конечно, это выглядит не очень гуманно в отношении к людям, потому что все же… Добро хотят сделать. Это наша, как это назвать, но пропаганда, добра и так далее, отношение к людям с детством, к людям, к диким животным, с детства мы пропагандим, с детского сада. И, соответственно, голубь у нас всегда, ну, уже на подкорке у людей, это голубь какой-то несет добро, отношение к животным и так далее. И когда мы начинаем проводить уже другую, так скажем, политику, связанную с тем, что ограничить, допустим, присутствие голубей в тех местах, и мы штрафуем людей, ну, прежде чем людей как бы оштрафовать, нужно сначала провести определенную разъяснительную работу, пропагандировать вот культурные, так скажем, подход к вот этой проблеме. Тогда, возможно, и пенсионеры будут, с одной стороны, они не могут куда-то посещать, далеко выходить, допустим, в среду обитания, в лес и так далее, они здесь вот подкармливают. Ну, соответственно, большинство людей понимает. И, соответственно, надо сказать, что это неправильно, это приводит к каким-то вот последствиям. Может быть, и, кстати говоря, опыт уже в больших столичных городах, в Москве, допустим, это дал определенные результаты. То есть численность голубеев в местах снизилась. И именно не от того, что там их где-то истребляют в большом количестве, травят и так далее, а от того, что вот люди стали подходить с пониманием, и, соответственно, и подкормки меньше стало, и, так скажем, навели порядок в помойках наших, где... Мы, кстати, сейчас расскажем, как раз какая практика в других городах, но еще одно решение проблемы предлагают голубоведы, если их так можно назвать. Давайте послушаем. Решить этот вопрос очень просто. Выделить туда участочек какой-то, выделить немного денег, построить там небольшой питомничек с вольерами, благоустроить красиво все, что было, назначить человека, который бы отвечал в этом парке именно вот за это, в этом направлении. Он же будет регулировать. Прилетел больной голубь, он его кормит, он видит, да, зачем он больной голубь, он его изолировал. В конечном итоге можно даже численность контролировать таким образом. Это же я не говорю, пример привел про наш парк, это же можно в разных районах и регулировать численность. Но зачем сотни диких голубей, вот этих вот, голодных тут, ну, когда можно регулировать численность, пусть там будет 20, 30 штук, но это будет красивая птица, когда люди будут приходить, любоваться ею, правильно? Ну, так одобрительно кивали, в целом, я думаю, что вы согласны. И как раз немного о мировом опыте мы изучали, как борются с голубями в других странах. Самые жесткие ограничения действуют в Таиланде, там за кормление голубей могут посадить в тюрьму даже на 3 месяца. В Вене, Лондоне и Германии действуют штрафы размером до 500 евро, сейчас это больше 50 тысяч рублей, представляете себе, да? А в Венеции жители должны платить дополнительный налог на уборку площадей, зданий и памятников от голубиного помета. В нашей стране за кормление птиц не наказывают. Власти Москвы и Петербурга каждый год рассматривают вопрос ограничений, но пока таких новых правил там не ввели. С проблемой пытаются бороться власти Магадана. Местные депутаты приравнивают кормление голубей к разбрасыванию мусора, а значит, это нарушение правил благоустройства. Штраф от 2,5 тысяч до 5. Ну, собственно, изучили от и до мы голубей, буквально полминутки у нас остается, делаем выводы. Ну, вот присутствие голубей в городской черте, в городе, ну, это не отдельно часто сложившаяся урбанизированная экосистема. Просто нужно правильно следить за состоянием численности голубей, проводить целенаправленную политику к уменьшению именно такими корректными гуманитарными способами, экологическими способами, правильно сказать. И, соответственно, чтобы наши службы, соответственно, относились к контролю за состоянием численности голубей с большим вниманием и экологическим правильным подходом. Спасибо большое, Владимир Иванович, за такую насыщенную беседу. Теперь мы знаем о голубях все, многое новое узнали для себя. Ну и подводим итоги нашего голосования. Подавляющее большинство, это 59%, отвечают, что не подкармливают голубей, таким людям респект, я так понимаю. 25% голосуют за то, что это, между прочим, четверть, что да, всегда подкармливают. И 16% отмечают, что иногда, когда в кармане есть семечки. Да, правда жизни. Ну вот такие у нас итоги, сейчас небольшая пауза, далее продолжим.